МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Директор организации «Наш выбор. Трезвость», заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Республики Саха-Якутия Игорь Васильевич Данилов. Игорь Васильевич, здравствуйте. И доброволец организации «Общее дело», ученица 11-го класса Хатасской средней школы Анастасия Фёдоровна. Анастасия, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию и говорить, конечно же, с учётом ваших регалий, мы будем про то, что трезвость – это норма жизни. Тема всегда актуальная и нужная. И чтобы больше конкретизировать, о чём мы будем сегодня говорить, мы с вами решили, что вот об этом. Профилактика употребления психоактивных веществ среди школьников и молодёжи и уроки трезвости. Расскажите, пожалуйста, насколько популярны уроки трезвости в Якутске, в Якутии, и в чём заключается профилактика употребления алкогольных напитков, наркотических средств среди молодёжи и подростков. К сожалению, это есть. И как вы работаете, в чём состоит ваша деятельность? Расскажите подробнее. Да, Светлана, такие уроки востребованы, да, и самое главное, они востребованы потому, что сами лектора в рамках этих уроков – это как раз дети. То как раз в рамках того проекта, который мы реализуем, общего дела добровольцы наши, в формате «сверстник-сверстнику» такие уроки ведут для своих одноклассников или ребят со своей школы. Что мы делаем? Мы обучаем этих ребят, добровольцев, в большей степени они, конечно, по своему желанию вступают. Мы ездим по школам, анонсируем, представляем своё добровольческое движение, и ребята вступают в него. После какого-то определённого периода обучения мы их обучаем основам ораторского мастерства, основам профилактики, лидерства команды образования. Они создают в школе свою команду, которая состоит примерно из 4-7 человек, и начинают проводить по фильму, эмульфильмам общего дела занятия в школах. И они достаточно эффективны, потому что мы даже делали социологические замеры до, после определённого цикла уроков, и дети по итогам этих занятий обычно для себя принимают решение, что они вообще откажутся от курения вот этих новомодных электронных устройств подачи никотина, ну и от алкоголя, естественно, и от наркотиков. И поэтому школы с большой желанием входят в наше движение, потому что они понимают, что во многом мы готовим в нашем движении действительно настоящих лидеров. Ребята, когда выходят из нашего движения, они приобретают огромное количество навыков, они по нашему опыту очень востребованы среди работодателей, потому что они легко себя чувствуют, уверенно себя ведут, легко взаимодействуют с клиентами, если, например, их приглашают на работу где-то с людьми именно. И я могу точно сказать, что наши дети, добровольцы, уже в своём возрасте действительно делают огромный вклад и в общество, и делают дело государственного уровня. То есть они... Ведь нужно понимать, что пьянство и вообще употребление алкоголя это не только личное дело каждого человека. Конечно, каждый человек выбирает сам. Хочет он в своей жизни иметь алкоголь и все негативные последствия от этого, или хочет жить трезво. И вот кроме этого есть очень много социально-демографических проблем. Это, к сожалению, социальные дети-сироты, которые в большинстве своём в детских домах оказываются по причине того, что родители пьют. Это более 90% людей, которые у нас сидят сегодня в тюрьмах, это те люди, которые попадают в основном по... Ну, употребили, совершили преступления и сели. Поэтому все тяжкие, особо тяжкие преступления против жизни и здоровья как раз, которые как раз основу безопасности нашу составляют, совершают состояние алкогольного опьянения. Поэтому и много-много другое. Мужская смертность – это тоже проблема в основном алкоголя. 75% мужчин у нас умирает по причине алкоголя сыверных, связанных именно с алкоголем. И поэтому наши дети, они действительно вносят огромный вклад для того, чтобы оздоровить наше общество, сделать его более счастливым, более успешным и без вот этих страшных проблем, которые мы видим почти каждый день, выходя на улицу. Да, достаточно прочитать сводку новостей. Там такие истории, которые действительно только на почве пьянства, это и пожары на почве употребления алкоголя, да, и убийства, и то, что делают в семьях мужья с женами под воздействием алкогольного опьянения, что происходит с детьми, когда родители их пьют. Да, и с другой стороны, есть и мнение такое, что кому-то и выгодно, чтобы люди пили, потому что в доступе алкогольная продукция. И вот мы за кадром говорили, что в других городах она даже как-то имеет какую-то такую навязчивую рекламу и выставлена вместе с обычными продуктами. Слава богу, Якутия и Якутск могут похвастаться тем, что у нас всё-таки для этого отдельные магазины. А почему решили привлечь детей к детям? Потому что это больше, вернее, сверстник к сверстнику, то есть как волонтёры, да, выступают дети. Потому что тогда больше доверия у ребёнка или не так охотно идут взрослые в эту тему волонтёры? Я, знаете, могу здесь сказать одну вещь. Когда мы разговариваем, например, даже с чиновниками, они говорят, вот, нам нужно привлекать блогеров для того, чтобы они популяризировали такой образ жизни. Но зачем ходить далеко к блогерам? У нас в каждой школе есть дети, которые яркие лидеры, за которыми хотят идти другие дети. Вот, например, Настя, да, сегодня она тоже расскажет о своей деятельности. Яркий пример. Когда мы приезжали к ней в школу, вокруг неё огромное количество детей. Они хотят на неё быть похожим. Они хотят соответствовать её модели поведения. То есть она транслирует в общество. Главное, перед своими сверстниками, что такое вести трезвый образ жизни. И у нас очень много историй из жизни наших добровольцев, когда их трезвый образ жизни дал им невероятный стартап. Мы уже пять лет реализуем этот проект, и те дети, которые у нас в движении были, и у них трезвое мировоззрение закрепилось, это одни из самых успешных детей. Они добиваются невероятных достижений. Кратенько просто скажу. Девочка одна, мы как-то... Она плачет мне в одном из эфиров. Мы там вышли в эфир, она рассказывала о другой регион, чем она занимается. И она начала плакать. Она говорит, «Элена, спасибо большое, я не представляю, что бы со мной было». Потом, ну, как бы в эфире, конечно, эту тему нельзя было затрагивать. Потом оказалось, что она была на грани употребления наркотиков. И можно представить судьбу этого ребёнка, яркой, красивой, девочке-лидера, за которой идёт огромное количество детей, если бы она употребляла наркотики. Она стала абсолютно трезвой. Она уже ещё в школе, учаясь, открыла свой бизнес и очень успешно его развивала. Но она стала ярким примером для окружающих детей. На таких хочется быть похожим, таким хочется соответствовать. И представляете, вот есть статистика, что один наркоман за собой тянет 15 других наркоманов. Ну, делает обычных людей наркоманами своих сверстников. Так вот, один наш ребёнок делает, я думаю, десятки-десятки. Детей вокруг себя трезвым, потому что он транслирует эту успешную модель поведения. Как раз тогда можно у Насти спросить из первого хост. Настя, как тебе в лидерах? Насколько это, может быть, ответственность всё-таки тяготит? Или напротив? Расскажи о своём опыте, как ты пришла, как решила и что изменилось в твоей жизни? Можно разделить до и после. Наверное, в первую очередь хочу отметить тот факт, что быть лидером, я бы не сказала, что это очень сложно. Для меня это является очень интересным опытом. Мне нравится вести за собой детей, вести за собой своих учеников в школе. Я являюсь президентом в своей школе. И все положительно относятся к моей кандидатуре и, можно сказать, берут с меня пример. В первую очередь хочу поделиться, наверное, опытом своим в участии в самом конкурсе общего дела. Ну, всё началось с первичного отделения в моей школе. Его открыла наш психолог Тамара Алексеевна. И объединила активистов основных таких наших школ и сформировала команду общего дела ЧГИН. В первый раз, когда мы участвовали, мы заняли пятое место по республике. После этого нашу команду пригласили на республиканский слёт, дабы обучить нас навыкам публичных выступлений ораторского искусства и различными навыками для работы с детьми. Слёт был протяжённостью в два дня. За это время я познакомилась с членами команды сборная «Солянка», куда уже меня потом позвала Елена Карловна. Так и, можно сказать, началась моя работа, новая ступень в этом конкурсе. Зайдя в ряды команды сборной «Солянка», мы часто выезжали на десанты, мы часто выезжали в разные школы, проводить профилактические занятия. А можете рассказать о том, как проходят эти занятия? Что вы показываете в этих фильмах? На что реагируют дети? Про что это? Это про последствия того, если ты будешь употреблять алкоголь? Или это как-то по-другому? Фильмы больше берут уклон на то, наверное, что происходит с своим телом, когда ты принимаешь какой-либо вид отравы в свой организм. В наших фильмах очень хорошо позиционируется тот факт, что любой, можно сказать, отравляющий ингредиент – это как раз-таки алкоголь, никотин и так далее. Мы не называем это как-то по-другому, чаще всего в этих фильмах называется это простым словом «яд». Вот и всё. Тогда уже у детей идёт чёткая сформировка, то, что не может быть то, что принимают люди, чего-нибудь по-хорошему. Если это просто уже от понятия идёт как слово «яд». Вот. Наши занятия проходят каким образом? Мы сначала показываем, представляемся, естественно, потом мы показываем видеоролик обучающих. По этому видеоролику мы проводим игру. Мы разделяем аудиторию на несколько команд, где по этому видеоролику у нас идёт викторина. Дадуются вопросы, некоторые детали на эрудицию и так далее. Дети очень заинтересованы в этом. Они, естественно, очень проявляют свои лидерские качества при этом, проявляются в целом как команда, идёт уже как команда образования. И в таком формате я считаю то, что дети очень хорошо усваивают информацию, потому что так они сначала принимают в себя, а потом делятся с другими. Кто-то не успел воспринять информацию, оп, поделился с другими во время этого. Вот, а ты знал, то что так-то, 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 так-то. И они такие, вау, блин, какая-то классно. Они рассказывают потом своим параллельным классом, а потом у нас уже доходят и до учителей, а потом учителя пишут опять нам, вот, опять приходите, рассказывайте. Вот, вот, очень в таком положительном формате у нас всё проходит. Вы в своей школе тоже так же проводите и тоже так же активно, да? У вас ведь, вы из Хатасской школы. Да, да. Посёлок небольшой. Есть такое мнение, что особо-то и заниматься подростком нечем, когда вдалеке там от центра, от города находятся, в каких-то районах или вот окраина города, пригород. Насколько это соответствует действительности? Как по мне, я очень хорошо общаюсь с местной молодёжью, потому что сама я являюсь, вот. И не могу сказать то, что мы прям очень сильно отдалены от центра города. Мы открыты мобильности, так как к нам открыты школьные карты, и мы очень часто ездим, как в город, на всякие мероприятия, на всякие встречи с друзьями, в кино, в торговые центры. Всё-всё-всё-всё проходит чаще всего в центрах города. Поэтому дети очень открыты влиянию внешнего, ну, других школ, других, можно сказать, слоёв общества. Поэтому это, как по мне, обязательно проводить во всех абсолютно школах. Вот речь сегодня зашла о том, что есть некий конкурс, да, конкурс «Общее дело». Это что подразумевает? Это команды из разных городов соревнуются между собой, кто входит в эту организацию «Общее дело»? Ну, вообще, в целом, конкурс «Общее дело» подразумевался как всероссийский конкурс. Вот. Но у нас есть отделение небольшое, ну, республиканское отделение, где у нас тоже проводят по такому же формату конкурс, только на территорию республики. Вот. И если говорить... Ну, если конкурсы, значит, там кто-то должен победить. Да, да, да. В школах открывается отделение, где открывается отделение команды в районе пяти человек, и они проводят в своей школе десанты тоже. Проводят занятия, делают отчётности, информируют это в СМИ, медиа, везде об этом говорят. И на уровне того, насколько качественно и профессионально они это делают, уже от этого идут уже места и, ну, в принципе, кто победит. А как это можно понять, кто лучший? По обратной связи для тех, для кого вы работаете, или по количеству мероприятий, которые вы провели? Ну, я думаю, всё-таки по количеству мероприятий. Да, от качества работы, от охвата аудитории, от того, насколько часто проводятся мероприятия, в каком формате. И обязательно во время проведения этого конкурса нужно использовать именно материалы общего дела. Да, у нас есть целый сайт, где есть фильмы общего дела, мультфильмы, полнометражки, короткие, для детей, для уже повзрослых, для уже совсем-совсем взрослых. И самое главное то, что эти фильмы, они прошли проверки различных областей, в различных научных сфер. Именно поэтому наши фильмы самые неугодные. Я добавлю, что они прошли экспертизы наркологические, педагогические, психологические и рекомендованные Министерством посвящения Российской Федерации, поэтому в школах их можно без страха использовать и не бояться, что это будет такой антипрофилактикой, что наоборот дети заинтересуются и будут, наоборот, тянуться к этим запрещенным веществам. И как раз про этот конкурс мы говорим, что еще можно присоединиться тем, кто хочет, да? Да, у нас идет регистрация команд по 30 октября. Все те школьники и молодежь, которые хотели бы принять участие в этом конкурсе, могут зарегистрироваться. Информация есть на сайте «Общее дело». Там ссылка, можно нажать на ссылку, там, где говорится о конкурсе. Вообще, тут много о конкурсе сказали, для чего это нужно, да? Во-первых, это идет подготовка специалистов, психологов, учителей, поскольку они являются руководителями команды. И также дети, вот в данном конкурсе, допустим, дети принимают участие, ну, сейчас это где-то небольшое число, от 4 до 7 человек, да? На всю школу? Нет, одна команда. Одна команда. Школа может выставить несколько команд. Самое главное, чтобы у каждой команды был руководитель. А это больше на каких детей возраст ориентировано, на какую звено? Да, 14 до 21 года. А рассказывают они детям, которые младше 14 лет, да? С первого сверсника? Или вообще всем? Абсолютно неважно. Можно начинать профилактику в самых начальных классах. Кто-то может проводить там в детских садах. Такая практика тоже есть. Поскольку формирование здорового образа жизни, как говорится, можно начинать с рождения. То есть ребенок родился, и тут уже можно заниматься профилактикой. То есть и своим примером, и можно об этом рассказывать. Потому что не секрет, что в нашем обществе идет такая навязчивая, агрессивная реклама, этот маркетинг тех компаний, которые занимаются производством и продажей алкоголя. Знаете, это ужасно. Это ужасно, потому что я смотрю сериалы, да, в последнее время очень активно. И я вижу, как во всех сериалах вот постоянно алкоголь, постоянно сигареты. И ты вроде бы там в самом начале пишут в титрах, да, алкоголь и курение вредит вашему здоровью. Но ты все время, когда смотришь, сюжет интересный, актеры прекрасные, замечательно играют. Но постоянно идет лейтмотивом вот этот алкоголь. Как будто бы больше заняться нечем, да. То есть люди снимают таким образом напряжение, они и в горе, и в радости, и все это вот за какие-то застолья. И это, конечно, все равно, я думаю, что для подростков, да, это как раз таки их ориентирует именно вот в эту сторону, к сожалению. Да, дело в том, что сказать подростку о том, что это нельзя, и при этом не объяснить ему, почему. Потому что вот мы понимаем, что у подростка, он всегда идет вот протест, да, внутренний. Может быть, он не понимает, что это действительно правильно, но вот этот внутренний протест заставляет его поступать наоборот. И как раз вот именно вовлечение этого подростка в профилактику тоже можно на этом сыграть, да. Как бы все курят, все употребляют. А вот возьми, найди в себе мужество, чтобы поступать по-другому. И фильмы, и материалы общего дела как раз вот этому способствуют, потому что там информируется о том, как это влияет, во-первых, на организм, и идет формирование тренда здорового образа жизни. Мы об этом подробнее продолжим буквально через короткие четыре минуты. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем говорить про то, что трезвость – норма жизни. Сегодняшние мои гости – люди, которые все про это знают от и до. Это Игорь Данилов, Елена Колесникова и Анастасия Федорова. Делятся с нами сегодня наши гости опытом в том, что необходима профилактика среди нашего населения, в основном среди молодежи и подростков, чтобы не опоздать. И, наверное, это была одна из тем на круглом столе, который недавно прошел в общественной палате в октябре. Елена Карловна, может быть, вы подробнее расскажете, какие вопросы обсуждались и какой итог? – На круглом столе мы рассказывали больше о наборовольческом движении, как об эффективной форме профилактики. Дело в том, что я очень много езжу по регионам, и меня очень радует наш факт в республике Саха-Якутия, что у нас нет детского алкоголизма. У нас понятно, что где-то есть случаи, где дети пьют алкоголь, но официально у нас по статистике никто не стоит. К сожалению, в других регионах это страшные цифры. И я понимаю, что мы в свое время, когда вводились у нас на уровне правительства и нашего собрания «Илтумен» ограничительные меры, и это тоже такой сейчас, мы ловим, как говорится, позитивный эффект от того времени. И все равно очень важно нам проводить такую профилактику в школах, потому что если мы не будем каким-то образом вот этот натиск этой рекламы навязчивой, в любом случае мы понимаем, что у нас прямая реклама запрещена, но реклама идет массированно через фильмы, через песни, через медиа, через интернет. На детей просто выливается шквал этой информации такой позитивной. Ну, потому что бизнесмены в этой сфере, они не хотят терять все равно свои заработки. И поэтому очень активно продвигают. Вот у нас недавно мы работали с предпринимателем, который сейчас отстаивает трезвый образ жизни, у него есть свои проекты, трезвый бизнес. Но в свое время, по молодости, он работал в алкогольной фирме, и он говорит, что там работают гении маркетинга, которые знают с учетом возрастных особенностей детских, молодежных, как вот это вот продвигать. Потому что это их целевая аудитория, которая, когда начинает пить, курить, уже, скорее всего, потом они уже будут постоянными их клиентами, потому что постепенно все равно вырабатывается зависимость. Поэтому для нас очень важно продвигать как раз наших добровольцев в школах, сделать его масштабировать, на сегодняшний день у нас, ну, где-то в пределах 200 ребят работают по всей республике. Но мы, конечно, хотим, чтобы это было больше такой массированной, да, потому что видим большой плюс и для детей, для которых ведутся эти занятия. И мы понимаем, что мы растим мощных лидеров, которые это все будут двигать в массы, и когда они вырастут. А, к сожалению, вот этот вот очень высокий у нас взрослый алкоголизм. То есть у нас порядка в два-два с половиной раза больше людей-алкоголиков взрослого, да, чем, например, по России. Но нету детского алкоголизма. То есть мы можем понимать, что все те меры, которые принимались у нас в республике и принимаются на сегодняшний день, самое главное, мы оберегаем своих детей. Детский алкоголизм – это вы до какого возраста имеете в виду? До 18 лет. Ну вот, Настя, хочу к тебе обратиться, да, вот в школе, кроме того, что есть вот такие дети, которые с тебя берут примеры, тоже ведут трезвый образ жизни, и слава Богу, но наверняка же есть и те подростки, которые все-таки употребляют алкоголь. Потому что я вот, например, вижу таких подростков, я пользуюсь общественным транспортом, и нередко я вижу, не скажу, что прям я там часто, да, но и не скажу, что прям совсем редко, что это какой-то такой нонсенс. Нет, я иногда вижу детей, подростков, которые в состоянии алкогольного опьянения, либо вот с этими энергетиками, да, они с этими банками заходят куда-то в помещение или в автобус, то есть они все равно употребляют. Вот в вашей школе наверняка же тоже есть такие дети. Как они относятся вот к вашему движению, к вашей организации, к такому лидерству трезвому? Хочу сказать то, что такие дети, да, в действительности есть, есть в каждой школе, есть в любой структуре, я бы даже так сказала. Но я бы не сказала то, что они очень негативно влияют на ту часть детей, которые завлечены в нашу, можно сказать, стезю, в наш конкурс. То есть данные дети, они не вызывают каких-то таких негативных эмоций у меня, ну лично у меня, потому что они являются негативным примером для тех ребят, которым я преподаю информацию. Они понимают то, что данные дети, они не от хорошей жизни к такому пришли, они пришли от малого количества информации, которую они преподнесли, от неосвязненности в целом. Дети были растеряны и не знали, куда деться. И самый лёгкий путь, который они нашли, это податься в более лёгкий доступ к получению дофамина. Но там же тоже есть свои лидеры, да, и наверняка там есть и семьи, в которых алкоголь – это норма, к сожалению. И даже те люди взрослые, да, они всё равно как будто бы отдают должное своей семье, своим родителям. Они в своих уже семьях продолжают эти традиции соблюдать. И алкоголь у них – это норма, алкоголь на столе. Поэтому здесь, наверное, тоже сложно всех в свою, я имею, сторону переманить. В целом для меня как идёт самое главное? Это о свидании самого ребёнка. Потому что вся семья направлена, чтобы воспитать из ребёнка человека. Если ребёнок начинает меняться в какое-то русло, как-то что-то делается в положительную сторону, то, естественно, родители будут поддерживать движение. Как по мне, по опыту моих ребят, у меня была одна такая девочка, у которой родители поддерживали то, что можно выпивать, можно курить, всё вот это в плане. А вот она твёрдой на твёрдой просто не хотела это делать. В целом она сначала… Ей родители сначала предлагали во время застольев. Вот лучше давайте с нами, чем где-то там за гаражами или что-то в этом роде. Кстати, это очень популярная практика среди семей. Это нередко, что так делают. Вот. И ей просто неинтересно. Она говорит, мам, пап, а зачем мне принимать внутри себя яд? И я помню, как она мне рассказала, какое лицо было у её родителей. Потому что они даже не рассматривали алкоголь с точки зрения, вот именно с той точки зрения. Потому что ребёнок – это как некая призма, многогранная призма, которая берёт вообще разные обороты и разные углы зрения на абсолютно обычные вещи, которые вроде бы уже были, вошли в привычку. Ребёнок – это зеркало родителей, конечно, они в нём отражаются. И вот хорошо, если у вас семья, которая за трезвый образ жизни, а те дети, у которых, например, родители живут не в трезвости, им наверняка очень сложно. Потому что тогда получается, что он вроде бы как идёт против своей семьи и в этом. Можно, да, Светлана, я здесь добавлю. Вот как раз мы знаем, да, вот с Настей, о ком мы говорим. Девочка-доброволец, она к нам пришла, и у неё уже была запрограммированность, такая проалкогольная. Она очень замечательно рисовала и рисует, и сейчас как раз с этим связала свою жизнь. И когда я заходила к ней на страничку ВК, у ней там были такие гламурно расписанные бутылки вина. Ну, как бы такая... Это же всё очень сильно ассоциируется, да, там искусство и алкоголь, там вино. Вот. И она для себя приняла вот трезвый образ жизни, как такую базовую ценность. И когда родители ей предложили выпить алкоголь, она говорит, мне это не нужно, я живу трезво, и мне это нравится. То есть ей не нужно принимать такую модель поведения. С другой стороны, у нас ещё одна девочка-доброволец, она пришла из трезвой семьи, у неё родители вообще не употребляли алкоголь. Она, ну, естественно, как бы тут поддержка и того окружения в движении нашего, и родителей. Она, конечно, естественно, приняла трезвый образ жизни, но она осознанно шла, преподавала тоже эти уроки. И, но, несмотря на то, что у неё родители трезвые, её сестра, которая не участвовала в движении, которая не приняла для себя такой образ жизни, она начала употреблять алкоголь и начала курить вот эти все, там, эти новомодные, эти все гаджеты. То есть, к сожалению, на сегодняшний день мы можем сказать, что трезвость родителей это не стопроцентная панацея для детей. Если ребёнок, вот он в этой информационной среде крутится, если он смотрит, как его сверстники принимают такой же образ жизни, им хорошо, весело, они успешны. Кстати, вот эта девочка, которая к нам пришла, и у неё изначально были, значит, ВК на страничке бутылки, она, естественно, живёт трезво, и сейчас она учится в Санкт-Петербурге, а её работы выставляется на лучших выставках Москвы. Но, смотрите, параллельно у неё тоже есть знакомая девочка, которая также была успешна очень, но она начала употреблять алкоголь, и, к сожалению, вот она не нашла такого общества, и там идёт, конечно, мошенничная деградация, когда в таком возрасте начинают активно употреблять алкоголь. К сожалению, это печально. Да, я согласна, что иногда опыт родителей, он, наоборот, может быть, ребёнку показать, как не надо, да, и, насмотревшись на вот это, он выберет, наоборот, трезвость. В рамках конкурса также идёт и влечение родителей, потому что бывает так, что когда дети, маленькие дети, начинают получать какую-то информацию на уроках трезвости, они об этом, естественно, говорят родителям. И родители, как уже Настя правильно отметила, да, они могут на это посмотреть совершенно с другой стороны. А действительно, вот это же отрава, это яд. И плюс ещё конкурс позволяет участвовать родителям в информировании. И таким образом мы получаем информированных родителей, информированных детей, и, соответственно, это будет трезвая семья, потому что вот год семьи это, ну, очень актуально. И вот про конкурс мы можем ещё добавить, да, тот конкурс, о котором мы начали говорить в первом блоке, что можно посмотреть за эти условия конкурса на ваш сайт «Общее дело». И можно позвонить мне как координатору команд «Общее дело» республиканских, телефон 8-924-663-34-50, Игорь Данилов. И лучше, если будут выходить на связь, это социальные педагоги, да? Социальные педагоги. Психологи, возможно. Психологи и заместители по воспитательной работе. В любой школе. В любой школе. И тогда уже они, получив эту информацию, уже смогут донести её до учеников и выбрать тех, кто захочет. Да, потому что участие в конкурсе, во-первых, это будет обучение, будут обучать лучшие специалисты нашей России. А вот расскажите подробнее. Вот, допустим, заинтересовался педагог, социальный педагог одной из школы, вышел на связь, и вы ему всё объяснили. Он пришёл, донёс до детей и рассказал им о том, что мы собираем, допустим, команду, 4-7 человек, да? Ну, можно несколько команд, да, из в одной школе. И вы, кто приходит в организацию «Общее дело», получаете что? Какие знания, навыки? Во-первых, они получат знания не только по профилактике употребления психоактивных веществ. Это, во-первых, работа команды, да? Потому что мы знаем, что сейчас дети, они в основном какие-то, ну, не знаю, может быть, разобщённые. А вот именно тут они будут как единомышленники работают в команде, это способствует командообразованию, плюс уроки по ораторскому мастерству, лидерству. И можно добавить ещё, что участие в конкурсе подразумевает призовой фонд. То есть на сегодняшний день победители, это вот 10, да? 10 команд, призовой фонд, это миллион 100 тысяч рублей. Это на 10 команд разделится, которые победят. Да, там есть определённые суммы по местам. И к тому же я хотел добавить, что в рамках этого всероссийского, ну, даже, можно сказать, международного конкурса, поскольку участвуют страны СНГ, у нас в республике тоже есть свой конкурс республиканский, на котором мы тоже вот как-то какой-то призовой фонд разыгрываем. В прошлом году у нас четыре команды победителя, они получили первая команда, каждый участник, это 10 человек по 3 тысячи рублей, сертифика цены ДНС. Вторая команда, это по 2 тысячи рублей, каждый член команды. И третья команда, это 1000 рублей, и четвёртая, соответственно, 500 рублей. Поэтому есть какой-то стимул. А эти деньги дети могут потратить так, как захотят? Или... В республиканском конкурсе это было, да. Они получали лично сертификаты ДНС, а во всероссийском конкурсе те призовые деньги, они пойдут на развитие команды. То есть это могут приобрести какие-то там технику, может, материалы. Спасибо. У нас остаётся вот буквально до конца эфира 3 минуты. Может быть, вы хотите что-то сказать о потенциальном участниках. Может быть, кого-то поблагодарить из ваших соратников и коллег. Может быть, обратиться к сверстникам. Пожалуйста. Ну, я хочу вообще преклонить голову перед нашими педагогами, учителями. Мы с ними очень активно работаем. И тот уровень энтузиазма, тот уровень активности, который они прикладывают к работе, он каждый раз проявляется с невероятной силой. А кто ваши учителя? Ну, учителя в школах у нас... А вы имеете учителя в школах? Да-да, учителя в школах, под которыми у нас организовываются команды. И видно, что... Знаете, я думаю, что если бы не наши учителя, то неизвестно ещё, что было бы с нашей страной. То есть они настолько вкладываются в детей, ещё во многом та старая закалка переносятся и на новых учителей, которые обучаются у нашего старшего поколения. И они делают, конечно, невозможно. Поэтому мы вместе с ними... Я хочу управление образованием города Якутска, конечно, прям лично Анну Семёнову Иванову поблагодарить, которые очень много вкладываются в развитие этого движения. Ну и, конечно, всех-всех учителей всех школ города Якутска. Но не могу тоже не сказать наших добровольцев. И уже по происшествии пяти лет реализации нашего конкурса я благодарна, с одной стороны, им, той работе, которую они делают, потому что они делают невероятный вклад в развитие нашего общества и человеческого капитала. Но я тоже очень удовлетворена тем, что те навыки, которые они приобретают во время вот этой деятельности, во время работы с нашими лучшими спикерами России, например, по лидерству команды образования у нас спикер – это академический директор «Газпромнефти». Его республика уже много лет не может привести, потому что он очень дорогой спикер, но для наших детей он проводит обучение бесплатно. И был один раз у нас здесь, в Якутске, проводил тренинги с Ай. И я вижу, как наши дети, приобретая необыкновенную просто мощь и силу, для них это является невероятным стартапом для успешной, счастливой, трезвой жизни. Спасибо вам большое. Я думаю, что, конечно же, то, что трезвость – норма жизни ни у кого не вызывает сомнений. Просто некоторым людям не везет их зависимость от алкоголя, от наркотических средств. Я не так давно познакомилась с шикарным психологом из Санкт-Петербурга Вероникой Шутовой. И вот она сказала, что зависимость – это способ справляться с жизнью. Но мы не можем жить без зависимости. Но пусть они будут такие, которые продлевают жизнь, а не укорачивают ее. Я благодарю вас за сегодняшний эфир, за много полезного, что вы рассказали нашим слушателям и зрителям. Всех благодарю за внимание. Всем хорошего, трезвого дня. До свидания. До свидания. До свидания.